В послании к мессианским евреям В послании к мессианским евреям В послании к мессианским евреям Очень конспективно, очень кратко некоторые слабости церковной теологии После того, как она оторвалась от еврейских библейских корней И пошла в свободное плавание по греческим морям греческим и эллинистическим и производным. Вы помните вот эти разделения, классификации, специализации, которые затронули все области богословствования отцов церкви и тех, кто у них учился. И всей, то есть всей традиционной церкви до начала реформации. Но также и протестанты, и реформаторы, они также во многом продолжали нести на себе печать этого эллинистического искажения Библии и Библейского Богословия. И потом мы перешли к еврейской теологии, но не вообще еврейской, а теологии современного иудаизма, которая есть новая теология тоже, которая не есть теология хотя бы древнего библейского иудаизма времен первого или второго храма. Мы с вами на очень простых примерах из Талмуда и древних толкований показали, что на самом деле после разрушения храма иудаизм уже не мог оставаться прежним. Иудаизм по-любому должен был быть изменен. Вопрос не стоял так продолжать исповедовать библейский иудаизм. Продолжать исповедовать библейский иудаизм или отказаться от него и перейти в христианство. Вопрос, выбор стоял по-другому. Следовать тому мессианскому иудаизму, который уже существовал до разрушения храма и развиваться в этом направлении, потому что еще христианской теологии как таковой не существовало, она только начинала проблески. Или создавать новую религию, которую по-прежнему определим как это сделали раввины, как иудаизм. Мы должны понять истинную перспективу, которая сложилась в конце первого века. Еще раз говорю, вопрос вообще не стоял, следовать ли древнему библейскому иудаизму или перейти в христианство. Не существовало такой или создавать христианство. Не существовало на то время еще специфически христианской теологии. Она в какой-то мере начинала в зачаточной форме появляться в недрах мессианского иудаизма. Исповедовать, практиковать, быть последователями древнего иудаизма в той форме, в какой он был во времена первого или второго храма. Без Ешуа было невозможно. Почему? Да, потому что не было храма, не было священства, не было возможности соблюдать множество обрядовых ритуальных заповедей не было возможностей обеспечить ни ритуальную чистоту, ни духовную чистоту и нравственную чистоту. Все рухнуло. На самом деле рухнуло все. Когда мы читаем об этих аскетах, иудейских аскетах, которые стали бежать и прятаться по пещерам и пустыням, и питаться там сухими коренями, запивать их водой, отказавшись от традиционных еврейских блюд традиционной еврейской кухни, мы должны понимать, что даже так исповедовать и практиковать такой аскетический полуиудаизм они могли только потому, что верили в скорейшее восстановление храма, в скорейшее восстановление богослужения, в скорейшее восстановление всей этой сложной системы жертв и очищений от греха и различных форм ритуальной нечистоты, скорейшее восстановление священства, только веря в то, что вот-вот это произойдет, они кое-как тянули до этого, но не они оказались создателями новой иудейской религии, а создателями оказались те грамотные по жизни грамотные раввины, которые подозревали, что может быть храм так быстро не восстановится, и которые понимали, что даже если храм восстановится очень скоро, то все равно народ не выживет при таком подходе, и мы с вами считали, что фактически они пришли к выводу, не будем говорить народу правду, не будем показывать народу его трагическое, безнадежное положение с точки зрения Торы, потому что что-то делать, есть выход, этот выход нам был показан уже 40-50 лет тому назад, выход этот в Мессии еще, но мы признали его лжемеси, мы его отвергли, отвергли всех его учеников, а другого выхода у нас нету, у нас нету никакой замены храма, у нас нету никакой замены священства, у нас нету никакой замены жертвы, у нас нету никакой замены ритуальных очищения умовение. Поэтому что сделаем? Сохраним все, что можно сделать. Сохраним все, что можно сохранить. Сохраним те обряды, которые можно выполнять и без центра этих обрядов. Будем соблюдать, что можно соблюдать. У нас есть прецедент Даниила. Будем ждать восстановления храма. Но народу скажем, что это нормально. Что ничего страшного, что нет жертв, нет защищений, нет дистин, нет специальных приношений. Ничего страшного, что священники не освящаются. Не страшно. Вы ешьте и пейте, вы живите, как живет. Соблюдайте то, что мы вам скажем. А ответственность за вашу жизнь, за вашу веру, за ваше спасение мы берем на себя. Я! Вот оно. Вот они, основания любой человеческой и по определению безбожной религии. Лучше пусть народ делает это несознательно, чем сознательно. Все равно мы не можем сделать так, чтобы они вели праведную жизнь. И мы не можем дать им искупление от их грехов. Значит, скроем от них, что они в грехе, скроем от них, что у них нет искупления, скроем от них, что они кругом нечисты, тем более, что большинство амгадов, с точки зрения, и раньше были нечисты. Ну, не настолько, конечно. Вот. И пусть они нам будут благодарны. И действительно, народ был благодарен. Народу дали религию, которая была приспособлена под народ. Вы понимаете? Ситуация какая-то интересная. Может быть, вы знаете, иудеи, даже в те древние времена, даже широкие массы, они не были дурочками. Я предполагаю, нет оснований там каких-то документальных, но я предполагаю, что большинство иудеев, они понимали, что это как бы сделка с умолчанием. Мы будем слушаться вас и подчиняться вам, потому что мы видим, что вы подстраиваете закон под нас, подстраиваете волю Божью, под реальность нашей жизни и под то, что большинство из нас может сделать и чего не может. Мы вам благодарны, поэтому мы будем вам подчиняться. А вы, в свою очередь, берете ответственность за нас перед Богом. И если окажется, что вы не правы, то вы, пожалуйста, отвечайте за нас. Вы знаете, как-то в Киеве один очень странный парень, который пытался разделить одну церковь, его выгнали оттуда, пришел в другую, разделил эту церковь и образовал новую церковь на своих пророческих откровениях, и потом, запугивая людей, получал некоторые деньги, и они сделали передачу по телевизору. Передача долго шла. Он назвал себя и своего помощника епископом, и они выступали, как говорили, как два клоуна. Два клоуна, и на самом деле, конечно, там никакие не епископа, это быстренько организовался такой культик, где все должны были быть бездумно, не проверяя, посвященный пастору. Пастору, он же епископ, в следующем этапе был, наверное, там еще апостол. Он их питал всякой ложью, и одна из главных целей была просто подчинить их его власти и не выпускать из-под этой власти. Сейчас это вроде уже развалилось, но он долго продолжался. И я помню, я приехал товарищ Хохлан из Бостона, и в нашем офисе, мы как раз включили, шла передача. Он сидит, смотрит, говорит, невероятно, невероятно, не может быть. Мне рассказывали, что в Украине многое изменилось, но не до такой же степени. Он говорит, что они несли что-то невероятное. И я помню, или в той, или в какой-то следующей передаче, которую мне далось посмотреть, а не в конце передачи. Он так приостанился и сказал, мы как пропоздейсники. И с тех пор он у нас проходил под рубрикой «Пропоздейсники». Мой товарищ, ну, хотел сказать, провозвестный, мой товарищ встретился с одним, он был в той же церкви, где он, и встретился с одним из служителей, который перешел, вышел с этим странным типом. И они встретились, и мой товарищ начал задавать вопросы. Слушай, а ты вообще понимаешь, куда ты влез? Ты понимаешь? И вдруг его глаза остекленели, он сказал, а я тебя не слышу. Знаете, вот когда вы начинаете говорить с кришнеитами о чем-то таком, что выбивает их из колеи, у них сразу такая, как куриная пленка на глазах, и они начинают читать мантры. Но в этом разговоре, почему я вспомнил, в конце, мой товарищ пробился к нему, и все-таки создал ему такой вопрос. Слушай, а если он в полном обольщении? что тогда? Глаза так немножко просветлели, и тот ему ответил. Ну, тогда, если так, он пойдет в ад, а мы в рай. Потому что он же взял за нас полную ответственность, а мы не в ад. Правда интересно. Вот это позиция, вот это позиция множества поколений наших еврейских предков. Так же, как с другой стороны, это была позиция многих поколений христиан в традиционной церкви. Желая быть мудрыми, безуменными, они полностью стали заложниками мнений своих религиозных вождей. И вы знаете, раввины как раз в то время интенсивно работали над построением мощного богословия, которое позволяло бы им в своем мнении ставить выше Божьего Слова. И вы можете прочитать в Талмуде кучу высказываний и историй на эту тему. Кучу высказываний и историй на эту тему. Вплоть до того, что они брали места Писания в Торе и истолковывали их с точностью до наоборот. Одно из характерных это все то же место не следует за большинством на зло. Это место с возможным цинизмом использовалось, чтобы доказать, если большинство раввинов высказывает какое-то мнение, то это мнение становится Божьим законом для народа. Бред вообще. Такое ощущение, что иногда раввины уже просто издевались. То есть они делали такие кульбиты логические, чтобы окончательно запутать людей. Но я иногда вот когда читаю их аргументацию, я вижу, что они могли найти место Писания, которое лучше подходит к их ну там фальшивым, но каким-то логическим аргументам. Но они находили места Писания иногда, которые вообще вроде бы ни к селу, ни к городу. И потом я понял эту логику. они учили людей, они учили людей, что люди должны полностью зависеть не только от их мнений, но и полностью принимать пути выработки этих мнений. Люди должны подчиняться всем этапам их аргументации и не задумываясь говорить омейн на каждой из этих этапов. Поэтому то, что я могу это доказать, но это нужно особое время просто брать эти источники, они подтверждали какие-то свои положения местами Писания, которые явно не подтверждали это. Хотя были более удобные места Писания. И таким образом народ, подчиняясь им, понимал, что он ничего не понимает. Вы понимаете, друзья? Таким образом постепенно народ приучался к тому, что у народа не должно быть своего мнения. У народа может быть только такое мнение, как у одного из выдающихся раввинов. Причем раввины могут между собой спорить. У раввинов может быть пять мнений по любому вопросу, но если раввины, большинство из них или твой главный раввин пришли к какому-то выводу, все это должна быть твоя святая вера. Даже если ты видишь, что этот вывод сделан неправильно, ты должен принять и вывод, и то как он сделан и на все соглашаться. На самом деле это многовековая трепанация еврейских мозгов. Это реально происходило. Друзья мои, хочу сказать, хочу сказать, что впоследствии христианские богословы, впоследствии христианские богословы, они пришли к подобным методам, но они позаимствовали их у наших дорогих раввинов. Но в первые века, точно вам скажу, в первые века полемические труды апологетов христианства и отцов церкви, они были гораздо более корректны, чем труды вождей иудаизма. Например, в апологетических трудах христианских скажем, ученых, потом отцов церкви, было принято давать обширные цитаты противников. Это могли быть цитаты из иудейской литературы, это могли быть цитаты из языческой литературы, это могли быть цитаты из явной антихристианской литературы. В то же время еврейские мудрецы если и цитировали что-то, это были краткие упоминания. То есть была такая сильная внутренняя цензура для еврейского народа, которая была намного сильнее любой другой для других народов на то время. Это реальность, друзья мои. Это реальность. Впоследствии конечно христианская критика становилась все более нетерпимой, но обычай давать большие цитаты и потом уже их там раскритиковывать сохранялся, ну я вам хочу сказать, многие века еще многие века. Уже потом, когда пришла инквизиция, тогда это уже было. Это очень любопытные вещи, очень любопытные вещи. В этом смысле помогла конечно греческая философская традиция. Греческая философская традиция, где было принято давать материал в диалогическом плане. Вы помните эти диалоги Платона от лица Сократа? Ну кто-то из вас может что-то читал. Там разные мнения приводились, даже если это была схема, все схематично, все равно обосновывать свои аргументы могли обе разные стороны. И это не обязательно были только раввины, которых разделяло какое-то мнение по какому-то вопросу. Это могли быть люди из другой религии, из другой философии. Но факт остается фактом, что вожди, духовные вожди еврейского народа заключили как бы молчаливую сделку. Насколько молчаливую, по крайней мере с умолчанием со своим народом. И народ сознательно пошел на это. Мы не можем сказать, что бедный еврейский народ, который подчинился своим вождям, был подчинен грубой силе. У них не было грубой силы на то время. Мы не можем сказать, что еврейский народ был поставлен перед лицом необходимости. Не было такой необходимости. Это был выбор масс народа подчиниться этому лже-иудаизму. На самом деле, еще раз говорю, это была новая религия. Еще раз говорю, у евреев, у наших предков, была возможность выбрать то иудаизм, который уже существовал в еврейской среде, и который давал корректные библейские ответы на эту трагическую ситуацию после разрушения храма. И на самом деле, это не то, что он давал на скорую руку, приготовил эти ответы, потому что попал в такую ситуацию. Только у мессианского иудаизма эти ответы были заранее. Только в посланиях мессианских апостолов, апостолов Иешуа, только в посланиях и аргументации духовных лидеров мессианских евреев была подробная библейская корректная интерпретация тех фактов, с которыми другие евреи реально столкнулись только после разрушения храма. Там были пророчества, которые потом точно исполнились, и там были все необходимые объяснения, и там был показан путь, по которому Господь 40 лет ждал, что еврейский народ пойдет до разрушения храма. итак, большинство евреев отказалось от этого единственного библейского пути. На десятки, даже пару сотен тысяч наших предков все-таки шли и снова выбрали этот путь. мы разбирали, почему этот путь действительно новый, мы разбирали из послания к мессианским евреям, почему этот путь не может считаться частью старого пути, и мы разбирали, что путь в новую эскинию открыт только тогда, когда закончен вопрос со старой, когда больше для нас уже не стоит старая эскиния, ее больше нету, она не является для нас местом уникального Божьего присутствия, когда порядок богослужения и порядок священной действия, когда порядок ритуалов и обрядов связанных со старой эскинией для нас уже упразднен, тогда для нас в полной мере открывается новый путь, путь нового завета, путь благодати, путь свободы в Мессии Ишуа. И мы кратко разбирали вчера по посланию к мессианским евреям, что это включает фактически все ритуальные заповеди Моисея и его закона. не только то, что связано с храмом, все ритуальные заповеди. И что теперь у нас новый закон. Естественно, возникает вопрос, а как же быть с такими вещами, как кашрут и ну, например, кашрут. Я ехал с одним татарином как-то и он начал с ним говорить, он говорит, ты кто? Я говорю, ну вот я верю, так и так. Он говорит, а, ты так веришь? А я мусульманин. Я говорю, когда ты стал мусульманин? Говорит, я всегда был. Я говорю, ну, точнее, говорит, я родился мусульманином и показывал мне свой паспорт тотальный. понял, понял. А сколько раз в день ты первый месяц в своей жизни намаз совершил? Говорит, не понял. Говорит, понимаешь, есть некоторые основные обязанности мусульманин, там, пять раз в день молиться, вот, повернувшись там в сторону мусульманином некий. Сколько ты, все пять отца денег? Как же, я же не могу. Ты не мог физически, потому что был сильный маленький. Зато ты все это в голове прокручивал и читал ойлогу и ла-ла. Он говорит, не, ну, что ты вот это гонишь, даже понимаешь. Как же ты мог родиться мусульманином? Ну, он просто пошел, что я его запутал. Вот, вы знаете, с наступлением эпохи Нового Завета говорить о том, что если ты родился в еврейской семье, ты уже автоматически повязан вот необходимостью соблюдать ортодоксально иудейский ритуал. Для меня это примерно то же самое, что говорить. А если ты родился, например, в реформатской еврейской семье, значит, ты должен соблюдать только те ритуалы, которые верят реформированные иудеизм. а если бы ты родился в семье саббатианцев, которые верили, что нужно скрупулезно исполнять ритуалы, многие нравственные заповеди уже отменены, значит, ты должен был быть так. А раз ты родился в христианской семье, то необходимо пройти обряд водного крещения вместо обрезания. И потом уже ты обязан ходить либо в православную, либо в католическую, либо в лютеранскую церковь, ну ту, в которую тебя окунули. И фактически выбора у тебя нет. А если ты родился в атеистической семье, естественно, ты обязан быть атеистом. И даже если ты уже веришь Бога, ну стыдно, брат, отвергать традиции отцов. Ты что же это подрываешь веру, святую атеистическую веру, своих дорогих родителей, а там и дедов, у кого-то и прадедов. Может они за этот атеизм кровь проливали, сражались с клерикалами, жертвы приносили на алтарь святого безбожия, а ты вот так. Это для меня, извините пожалуйста, для меня это явление похожего порядка. И тут абсолютно одна и та же логика. Только если мы договоримся верить, что Нового Завета не существует, и что мы с вами живем 2000 лет тому назад или еще раньше, тогда конечно то, что сказал брат имеет силу. Тогда то, что сказал брат имеет однозначную силу. Четко. Можно я прочту пару мест из Нового Завета? послание к Титу. Первая глава. 14 стиха. Не внимая иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Ну там еще мощный очень жесткий 16 стих, но его читать не будет. О тех людях, для которых нет ничего чистого. Опять же говорю, храм стоял. Вся структура сложного и цельного крышрута действовала и могла исполняться. Но хочу сказать, что уже тогда были люди, которые говорили, например, Есей, что храм осквернен, священство неправомочно, фарисеи уклонились, поэтому вся структура управления иудеями на то время, она коррумпирована, она искажена и нам нужно уходить в пустыню и жить отдельными коммунами. Только тогда мы сохраним чистоту. Есей были предшественниками мессианских евреев, потому что удивительным образом у них святая общая трапеза заменяла храмовое жертвоприношение. то есть вроде как это было совершенно священное действие вот это общая трапеза. Не каждое вкушение пищи именно специфическое заменяло храмовое жертвование. то есть еврейском народе уже еще до проповеди Ишуа и до учреждения Нового Завета воскресшим спасителем уже было брожение в отношении храма и храма воскресения. С другой стороны надо сказать что Исей были самые большие законники в тогдашнем обществе. Ощущая себя постоянно как бы оскверняемыми они омывались каждый день иногда по два раза в день и они настолько для них даже прушим фарисеи отделенные от Амга Орец были оскверненными и нечистыми и священники для них были оскверненными и нечистыми поэтому они гнушались общения не только с простым народом но и вообще со всем израильским обществом включая духовную так называемую элиту. Вот такая странная смесь. Ну это так. Думаю многие из вас читали об этом к сведению. Был такой интересный религиозный казус в израильском обществе на то время. Вот. То есть если люди чувствовали себя скверненными если их совесть была постоянно больна то даже соблюдая кашрут когда его можно было соблюдать они все равно ощущали постоянные угрызения совести. У них было постоянное чувство вины что они чего-то недокашировали. Да? Теперь можно сказать что это послание к Титу. А Тит кто? Тит верующий из язычников. Первая Тимофея четвертая глава первый стих с первого стиха. Дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников сожженных в совести своей запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то что Бог сотворил дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Что для него так и лучше. Если кто-то решает сейчас что на какое-то время типа назарейства или на совсем ему лучше не вкушать пищу ему лучше не вступать в брак это прекрасно замечательно пожалуйста здоровье у одного такое дарование у другого другое дарование у одного быть в браке у другого быть вне брака пожалуйста нет проблем насчет пищи такого не написано но если ты хочешь стать вегетариан нет проблем но здесь говорится о другом здесь говорится о тех которые будут запрещать верным запрещать божьим детям жениться выходить замуж говоря что вообще всякий женившийся и вышедший и вышедший замуж они не могут угодить богу хотя написано что они просто не могут уже так угождать богу как находясь вне брака можно это извратить и сказать вообще уже не могут нормально убеждать бога всякий женатый и замужняя они их святость уже резко падает и они чуть ли не в постоянном осквернении это ложь против писания против торы пророков писаний против нового завета и такие учения стали распространяться постепенно в церкви где-то так с конца второго века и были периоды когда вообще считалось что спастись не монаху почти невозможно вы знаете это да это были целые большие периоды спастись не монаху почти невозможно поэтому во многих так сказать христианских странах средние века было распространен обычай даже те люди которые не были монахами в своей обычной жизни они при наступлении старости они отдавали свое имущество в монастырь если они были богаты и шли в этот монастырь и становились монахами и монахинами и уже готовились к смерти и готовились ко спасению входя и пребывая в монашеском состоянии это явное искажение библейской истины но это христианское искажение о котором пророчествовал апостол но он также говорил об иудейском искажении и именно иудейское в то время было распространено именно иудейское в то время было распространено хотя потом оно собственно говоря из него во многом из иудейского искажения заимствовали многие христианские аскеты не по духу иудейское связано с традиционными ограничениями в пище и можно подумать если остановиться на третьем стихе можно подумать что здесь говорится о крайностях выходящих за пределы кашрута то есть вообще не есть мясо вообще не пить вина и так далее и так далее но дальше идет четвертый стих ибо всякое творение божие хорошо и ничто не предосудительно всякое творение хорошо речь идет о пище и ничто не предосудительно речь идет о пище если принимается с благодарением потому что освящается словом божьим и молитвой и речь идет о том что для верующих нового завета уже не существует разделений на чистое и нечистое пожалуйста если ты для себя ограничил свой рацион замечательно пожалуйста может кто-то еще ограничил по каким-то причинам о причинах вы уже частично сказали и почти прозвучал но не прозвучал еще одна простая причина это нормально но если ты это делаешь так как будто бы без этого ты не можешь спастись и показываешь тем самым плохой пример другим или ты вообще запрещаешь другим кушать всякое божье творение то то тогда к тебе относятся очень суровые слова святого духа дух же ясно говорит что в последнее время отступят некоторые от веры это вопрос отступления от веры внимая духом обольстителем это вопрос обольщения и учением бесовским понятно от кого исходит обольщение через лицемерие лжесловесников сожженных в совести своей это опять об этом постоянно оскверненной совести для которой все осквернено вот такой вот вот такая религиозная крайнец а кто же такой у нас был Тимофей кто у нас был Тимофей он был полуэллин полуеврей да но до того как было написано это послание что-то любопытное произошло с ним да да сам апостол его духовный отец и учитель полностью можно сказать объевреил его полностью по всем правилам улучшим виде полный конфитюр навел а шо такое а шо так и был вы можете найти это товарищи вы можете увидеть это в послании галатам да а шо там в послании галатам написано а кто помнит хе 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 ха ха а а не помните граждан так а тут ничего не написано про Тимофея вот молодцы стали проверять там про Тита написано а не про Тимофея правильно а шо ж тут про Тита написано 3 стих 2 главы но они Тита бывшего со мной хотя Елена не принуждали обрезаться а вкравшимся лжебратьям скрытно приходившим посмотреть за нашей свободой которую мы имеем Мессия и Шуа чтобы поработить мы ни на час не уступили и не покорились дабы истинно благовествование сохранилось у вас то есть верующих из язычников всех верующих из язычников а что же это за истина а ту самая та самая истина которой апостол обличал на другого великого апостола Шимона Петра 11 стих когда же Петр пришел в Антиохе то я лично противостал ему потому что он подвергался нареканиям ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками с верующими из язычников а когда те пришли стал таиться и устраняться опасаясь обрезан у меня к вам вопрос если бы верующие из язычников соблюдали кашрут нужно 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 было бы Шимону таиться что он ел с ними очевидно нет ясно что они ели не кошерную пищу да и не должны быть а Петр ел вместе с ними это не имеется ввиду что Петр сидел за перегородкой ел свою кошерную пищу а там в одном помещении с ним сидели верующие из язычников и кусали хрюшку за пятачок она дико визжала таким образом Петра совесть замучена была и потом он начал таиться ел вместе с ним вот именно поэтому поэтому он испугался вот этих строгих законников строгих законически настроенных мессианских евреев которые везде следили чтобы было жесткое разделение между верующими из язычников и верующими евреями потому что хоть верующими из язычников уже было позволено кушать все кроме идоложертвенного естественно и с кровью верующим евреям не было позволено выходить за рамки кашрута хочу вам напомнить в то время кашрут был реальностью его можно было соблюдать итак деяние апостола 16 глава 1 стих дошел он до деревья и листры и вот там был некоторый ученик именем Тимофей которого мать была мессианская еврейка а отец эллин и о котором свидетельствовали братья находившиеся в листре и иконе его пожелал Павел взять с собой и взяв обрезал его вот это то что фактически почти звучало но не прозвучало ради иудеев находившихся в тех местах ибо все знали об отце его что он был эллин ради кого был обрезан Тимофей он был обрезан ради иудеев как вы думаете почему потому что на самом деле он и был в общем то иудеев да но из-за того что отец определял в семье до определенного возраста что делать что не делать с ребенком он был таким неформальным иудеем он был иудеем по духу иудеем по национальному происхождению но не иудеем по крайней плоти вот и друзьями это очень важный момент на самом деле ни Тимофею ни апостолу Павлу не нужно было обрезывать его для того чтобы ну Тимофея для того чтобы его еврейство раскрылось его иудейство совершилось обратите пожалуйста на это внимание а сделано было это только ради иудеев живших в тех местах только ради иудеев живших в тех местах почему потому что они знали что с одной стороны его мама еврей но папа или и в тогдашнем обществе вся вот эта вот обрядовая сторона определялась папой и они могли не принять его как иудея а именно как язычник а он был иудеем он был мессианским иудеем и вот для того чтобы его так и принимали другие иудеи он был обрезан потому что у них возникали вопросы смотрите на самом деле послание к темуфею это послание к иудею который к тому же еще был до конца иудеизирован по строгому по всем иудейским правилам и вот таковому который был обрезан уже после того как он стал верующим апостол шауль он же павел пишет смотри придут те которые поддались обольщение духом бесовским и те которые проповедуют и будут учить что не все можно кушать будут запрещать верующим кушать что-то из божьих тварей и вот это ложь это лицемерие это из-за того что у них у самих совесть не приведена в божью норму ну ничего страшного ну нормально обратите на это внимание скажите пожалуйста о ком здесь шла речь когда он писал Тимофей кто такие эти уже словесники и прочие кто они такие хорошо простые вариант это иудеи не верующие вешуа да это язычники идолопоклонники да или нет это иудеи прежде всего которые верили вешу и затем как мы с вами выяснили это пророчество тех чистых христианах из язычников которые полностью отвергли все еврейское и которые сочиняли свои законнические запреты и свои законоположения но в то время в то время еще таковых не было это потом первые первые проблески среди гностика вернее первые потемки пошли во втором веке в то время еще таковых не было были только мессианские евреи которые насаждали законничество так как будто бы ветхий закон не отменен но понятно да они насаждали законничество и они запрещали кое-что то что не кошерное употреблять пищу и вот кому это написано это написано иудею который наставляет других не только эллин но в первую очередь иудеи подумайте об этом друзья потому что зачем было бы его тогда обрезать ради иудеев вы понимаете если бы служение Тимофея было направлено только к язычнику то зачем вообще была бы эта болезненная процедура над ним производить если здесь написано что она именно была проведена ради иудеев конечно же его служение было также направлено и на иудеев и в первую очередь согласно Божьему порядку благовествования через апостола Павла в первую очередь к иудеям поэтому апостол Тимофей потому что на самом деле он был апостолом только просто в таком техническом функциональном понимании он должен был сообщать всем другим верующим во-первых иудеям и затем иелленам что друзья мои всякое творение Божье хорошо и непредосудительно в пищу если освещается благодарением и молитвой может у меня немножко еврейский метод доказательств но так получается вы понимаете и это говорит действительно о прогрессирующем откровении свободы нового завета которая постепенно распространялась в новозаветной мессианской общине сначала она была вся полностью состоявшая исключительно из можно сказать ортодоксальных иудеев веровавших вешуа которые все соблюдали полную систему кэшрута насколько это было возможно хотя ясно что у них не совсем получалось а вот даже в то время затем затем к ним начали присоединяться как исключение боящиеся бога но сначала они думали что они должны становиться паразелитами потом этот прорыв кесарий когда дух божий показал им что бог принимает без обрезания и без формального без формальной иудаизации затем но оставалось понимание такое что те которые таким образом вошли в мессианскую общину они потом все равно должны начать исполнять закон затем пришло откровение в основном через шауля ну еще через некоторых о том что такого рода боящиеся бога должны могут оставаться свободны от ритуальных заповедей они должны соблюдать все нравственные заповеди и плюс маленькое ограничение в плане ритуала вот но все еще речь шла о проповеди о и благовестии только боящимся бога то есть тем которые уже были в кругу иудейского общения до своего прихода кешу и затем в антиохии открывается и следующая страница в антиохии бежавшие от гонения в иерусалиме начинают благовествовать просто язычникам потому что до этого мессианские евреи не благовествовали никому кроме других евреев и тех боящихся бога которые собирали в синагоге вокруг синагога новая страница свободы новый уровень понимания свободы нового завета можно обращать евангелие не только к боящимся бога уже верующим в бога израиля но напрямую кидало поклонников и затем следующие этапы и наконец начинает открываться истина о том что даже для самих мессианских евреев соблюдение ритуальной части закона не обязательно и они могут себе позволить его нарушать вначале ради того чтобы поддержать верующих из язычников ради успеха благовествования только ради этого потом приходит понимание что они вообще свободны и они могут имеют по крайней мере право не соблюдать ритуальную часть Моисеева закона и наконец предпоследняя книга библии послание к мессианским евреям говорит о том что это уже вообще что дорогие друзья иудеи вы уже верующие в Ишу вы идущие за Ним вы должны понять одну важную истину пока стоит прежняя скине со всеми ее обрядами и ритуалами потому что все это вращалось вокруг храма все это вращалось вокруг места священной действия жертвоприношения и очищения пока это стоит для вас пока это скине остается для вас местом освящения местом восхождения к Богу местом раскрытия Бога живого и пока все эти обряды и ритуалы для вас актуальны для вас никогда не откроется по-настоящему свободный вход в скинью небесную таким образом здесь уже кульминационная точка откровения новозаветней свободы где говорится о том что ритуалы старые законные формы богослужения старое священство старый храм пусть даже все это кажется очень новым сверкающим мощным впечатляющим величественным и очень святым уже не действует и не только может не определять вашу жизнь но не должно больше определять вашу жизнь вы должны быть свободны от этого и именно мы можем проследить вот это прогрессирующее откровение о свободе нового завета прогрессирующее для разных групп верующих и по разному пока в послании к мессианским евреям все эти группы верующих не сводятся в одно и там показывается что фактически у всех одна и та же свобода у всех одинаковая свобода и все должны быть свободны от тех ритуалов которые были обязательны в прежнем завете и теперь у нас остается вопрос у мессианских евреев украинцев русских и прочих а можно ли все это соблюдать первый вопрос можно ли это соблюсти так чтобы оно было действительно соблюдено согласно Торе ответ однозначный невозможно абсолютно даже теоретически второй вопрос а можно ли соблюдать из этого те части которые можно но опять таки очень важно смотреть за тем чтобы это не было путем спасения ни в коем случае это не должно быть путем спасения потому что согласно новому завету мы видим согласно уже последним откровениям нового завета мы ясно видим что если это делается путем спасения то Ишуа не может быть путем спасения печально но факт то есть кто бы украинец африканец еврей кто бы из людей кто бы из верующих Ишу не освободил скажем так себя от исполнения ритуальных заповедей Моисеева закона а на самом деле к тому времени это уже был закон Садукеев или закон Фарисеев или закон Есеев а потом закон Равинов в основе как бы в основе которого лежал Моисеев закон понятно да чем то есть это уже это уже был не тот не Моисеев закон на самом деле кто бы кто бы не не жил свободно от ритуальной части этого закон он одинаково не согрешает не то что украинцы не согрешают африканцы не согрешают а евреи согрешают если они согрежут никто не согрешает В этом смысле становится понятным, почему так называемые адвентисты седьмого дня, которые вообще из всей ритуальной части выделили чуть-чуть, пару кусочков, и навязывают это другим. И говорят, что если укусишь свиной хвостик, или не будешь исполнять субботу так, как мы говорим, непонятно почему так, как говорят ультра-ортодоксы, или консерваторы, или кто-то еще, то не спасется. Есть более прогрессивные адвентисты, которые говорят по-другому. Если они говорят по-другому, нормально, нет проблем. Можем с ними дружить и вместе пихать ногой свиную тушь. Это нормально. Вот. Я образно говорю, конечно. Не поймите за оскорбление любимого животного в некоторых областях. Но, опять-таки, всякий, кто навязывает соблюдение кошера в той или иной форме, уводит от прямого пути спасения. Ясно. И уводит любого еврея тоже. Опять-таки, у нас есть несколько простых причин, которые нормальны для того, чтобы соблюдать кошелек в той мере, в которой человек хочет и считает для себя правильным. И они, кроме одной, были названы, а последнюю я прочитал. Это выражение еврейской культурной идентичности. Потому что, конечно же, кошелек в этой, конечно, урезанной, в этой видоизмененной форме, но он стал неотъемлемой частью всех еврейских культур. Потому что культур-то еврейских много, но кошелек везде. Поэтому, если мы хотим, как бы, дать дань уважения одной из традиционных еврейских культур, например, ашкиназийской, то все равно мы можем как-то там что-то соблюдать. Второе. Мы хотим, например, таким образом выразить по-еврейски почтение к Богу. Пожалуйста. Например, я считаю, что вот для меня, как для еврея, это было бы приятно. Я наложил на себя определенные ограничения, уходящие корнями с глубокого. Изначально древние еврейские ограничения. И этим самым, принося вот такие некоторые жертвы, я буду выражать свое почтение моему Богу, как именно Богу Израилу. Но это не значит, что тот, кто этого не делает, он не выражает ему почтение. Просто он по-другому ему выражает. Помните, очень точные слова апостола. Кто ест, для Господа ест. Кто не ест, для Господа не ест. Это чудесное определение. Но только тот, который не ест, то есть соблюдает в данном случае кашрут, как мы говорим, или другие съестные, например, монашеские ограничения, тот, который не ест, не осуждай того, который ест. Что это значит? Потому что, естественно, когда я ем, когда я только кашерно, или мне так кажется, вот, потому что я так умиляет, когда я смотрю на мессианских евреев, которые соблюдают кашрут, но ни один из них не соблюдает кашрут, кашрут, потому что для того, чтобы по-настоящему соблюдать кашрут в наших условиях, это надо в основном или стать супер-вегетарианцами и плюс вареное яйцо, или питаться иностранной пищей. Ну, я же вижу, чем они будут. То есть это такой свободный квази-кашрут. Ну, да, нормально, уважаю. Вот, кое-кто из приехавших со мной также соблюдают. И нормально, слава Богу, баруха-шен. Ну, проблем. Ну, в то же время я понимаю, что если наши ребята, которые это делают, начнут смотреть на других, как на грешников, которые это не делают, дело плохо. Вот тут они согрешают. И их нужно останавливать. Им нужно помочь выйти из этого греха. Потому что вообще плохо осуждать кого-то не было. А тем более осуждать невинного, который согласно Новому Завету есть то, что хорошо для еды и непредосудимо. Понятно, да? Вот это опасность. Если соблюдающий кашрут в какой-то форме начинает осуждать кого-то, значит, у него уже непорадка с совестью. Прошка, непорадка, кое-кого надо убирать с места. Значит, что-то у него с места надо убирать, или его самого подбить. Потому что у него начинается сжигание совести. Вы понимаете? Для него чистые оказываются нечистыми. А если для него само по себе чистое оказывается, он уже рассматривает это само по себе чистое как нечистое, даже при молитвах и благодарениях Богу, он и брата рассматривает как нечистого. И следующий этап уже гнушаться братом и сестрой, которые кушают кальмавы. Например. Это большая проблема. И вот такого человека начинает использовать нечистые, злые дути. С другой стороны апостол пишет, а тот, который ест, не уничижает того, который не ест. Почему именно тут не осуждать? Понятно почему. Потому что начнется заворот, и он будет считать его грешниками нечистыми. А почему здесь не уничижать? Тоже понятно. Потому что тот, который ест все, он знает, у меня свободная вера Нового Завета. Я вошел в полноту свободно. Да? А этот, понимаешь, Вася обкошерился. И проблемы ввел себя в рабство, дергается на каждую картофелину, глазами косит на кухню, то и дело бегает проверить, как там чего. Это же просто человек постоянной напряги. У него нету нормальной новозаветной веры, что все чисто. Вот слаба вера твоя, брат. Да, так может быть, конечно, но даже если так, мы не имеем права уничижать того, у кого слабая вера. Мы должны его поддерживать и защищать. Вот. Но кроме того, откуда ты знаешь? Может быть, он знает, что это все чисто, но он просто наложил на себя такие ограничения по вышеуказанным причинам. Как ты можешь считать себя выше его, его ниже себя только потому, что он соблюдает традиционные иудейские ограничения в виде? Нет. В коем случае. И это обязанность второй стороны. Тем более, если он это, например, делает ради других евреев, ради иудеев. Но тогда все иудеи были евреями, все евреи были иудеем, и все должны были соблюдать кашрут. Но сейчас, через время, ситуация настала такая, что опять мы можем сказать ради иудеев. Потому что, если еврей соблюдает кашрут, он уже считается как бы иудеем, даже если во все остальное не верят. Согласно хитрым учениям Родина, многие из которых говорят, что главное не вера, а главное действие. Итак, он делает это ради иудеев, он делает ради того, чтобы они не приткнулись, он делает ради того, чтобы помочь им открыть для себя Евангелие, он делает ради того, чтобы через него они могли увидеть еще истинного еврейского мащеха. а если они это все соблюдают, для них это святость, для них это непреложный закон, а он придет к ним опять-таки со свиным ухом наперевес, то естественно все остальные разговоры прекратятся на первом этапе. Да? А мы берем и уничижаем и говорим ты слаба, законник. Мы согрешаем, относясь и говоря так. Понятно, да? Вот о чем пишет апостол. И вот он же пишет о людях, которые в одной общине. И понятно, что он пишет ко всем церквам. И уже то, что он одно это пишет, о чем говорит? Все церкви были еврейскими мессианскими общинами в то время. Ха! Опа! Вы понимаете? То есть даже церкви в России которые основаны были в сугубо языческой среде, которые были в основном наполнены верующими язычниками все равно не включали в себя мессианских еврей. Поэтому там возникали такие коллизии, такие конфликты. Хе! Хе! И кроме того, они все равно входили, как сейчас принято говорить, в культурное поле иудаизма. они отказывались от всех своих праздников, друзья мои, они переставали праздновать все языческие праздники, они даже переставали праздновать дни рождения и начинали праздновать только дни еврейские праздники. А это уже признак явной еврейской мессианской общины, правда? Хе! 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 Но опять-таки, как они праздновали эти праздники? А свободно праздновали! Понимаете? Они в каждом из этих праздников брали суть, конечно, и те обряды, которые помогали им открывать эту суть и наслаждаться сутью этих праздников и видеть в них еще и еще больше раскрываться для него. А! Хорошо! Хорошо! Вот таким был мессианский иудаизм тогда. Он был везде, где были верующие в Иешуа. Поэтому и апостол Павел, и апостол Иоанн называют всех верующих в Иешуа истинными иудеев. Не только как таковых иудеев, но и тех, которые к ним приложились, потому что на самом деле языческие верующие, они присоединялись к мессианским евреям. Они входили в общество мессианских евреев и они начинали новые мессианские общие. с точки зрения того, что мы сейчас рассматриваем, альтернатив религиозных и духовных, которые были для еврейского народа после разрушения храма, это очень интересное. Посмотрите, я остановлюсь немножко на этом. Я просто хочу, чтобы вы входили вот в этот круг размышлений, чтобы вы понимали, что вообще тогда происходило, чтобы вы могли оценить разные выборы, сделанные разными группами евреев, язычников и дальше христиан. Нам нужно, я совершенно по-другому построил занятия на ту же тему, которую я здесь сделал три года назад. Для меня самого это просто неожиданно, причем совершенно неожиданно. Я верю, что какую-то роль в этом играет. Какую-то роль играет. Я понимаю, что для этого класса или для этого времени для студентов сегодня может быть особенно важно понять, как зарождался мессианский юбилит. в каком духовном конфликте он зарождался. Почему он стал меньшинством среди Израиля и почему он стал меньшинством, а потом почти исчезающим меньшинством христианской церкви? Потому что все равно эти вопросы у вас будут возникать. Это не праздные чисто исторические вопросы. Это не праздные спекулятивно-философские вопросы. Спекулятивно не в смысле пойти на привоз и стартоваться. Спекуляция в философском смысле. Это теоретизирование, это чисто теоретические рассуждения, не взятые из практики и не подкрепленные практикой. Не подкрепленные пока, по крайней мере. это не таково. Вот то, о чем мы с вами говорим. Это очень важные вещи, которые имеют прямое отношение к нашей непосредственной духовной жизни, нашему услужению, особенно к тому, что будет происходить в нашей жизни. И это поможет вам делать выбор. Это поможет вам сознательно определяться. В какой общине, в какой церкви вы все-таки хотите служить. Какое отношение вы хотите иметь к еврейскому служению? Не только отношение, скажем, в сердце, но и отношение в жизнь, отношение на практике. Это поможет вам делать сознательный, максимально свободный выбор между между разными вариантами, которые будут вам предлагаться. Будут предлагаться на духовном, душевном и даже плоском уровне. я хотел бы, чтобы вы делали максимально свободный выбор. В чем говорит, что такое максимально свободный? Это значит, я понимаю ситуацию максимально адекватно. то есть мое понимание ситуации оно максимально приближается к тому, какая ситуация на самом деле, какая она есть вообще. Я понимаю эту ситуацию, я учитываю разные аспекты этой ситуации, а не один какой-то. Я располагаю возможностью оценить разные подходы к данной ситуации. И я, конечно, это делаю все с Божьей точки зрения. А что это значит? Я делаю это не просто для того, чтобы знать, иметь информацию, для того, чтобы блеснуть под этим знанием или этой информацией, для того, чтобы покорить кого-то или придавить кого-то, а для того, чтобы действовать согласно тому выбору, который я сделал. И вот для того, чтобы мы могли делать такие правильные оценки, правильные выводы и исходящие из них правильные решения в Господе. Видимо, и нужно было совершенно по-другому построить обучение в этом случае. Если вы хотите сравнить, вы сможете взять кассету, посмотреть, что получилось неожиданно для меня все по-другому. Теперь, возвращаясь к этой ситуации насчет третьего храма. На самом деле, третий храм был, он существовал уже параллельно со вторым, какое-то время существовал после второго, но он не оказал значительного воздействия на еврейскую жизнь, даже на жизнь диаспоры в целом. Для меня логически это очень интересно. Смотрите, те раввины, которые утверждают, что современный иудаизм это продолжение библейского иудаизма или скажем так после библейского иудаизма второго храма, они используют ряд аргументов. В частности, один из этих аргументов такой. уже в первом веке синагоги были распространены везде, где жили евреи. И в странах рассеяния еврейская жизнь была сосредоточена вокруг синагоги. И даже они начали появляться в земле Израиля. Поэтому в значительной мере Бог уже подготовил свой народ к тому, чтобы его религиозная жизнь была полноценной без храма. Это один из очень серьезных проблем. несколько о другом говорит аргумент, который логически очень похож. После разрушения храма разные виды молитвы заменили храм с его жертвоприношениями и богослужениями. И Бог подготовил свой народ, потому что уже во втором храме молитва, которая шла параллельно богослужениями, была настолько важной, что было выделено специальное помещение, не предусмотренное вообще-то, Торой, которого не было в первом храме, в храме пророков, царей пророков. И даже об этом помещении ничего не известно во времена Великого Собора, после возвращения из пленения. Об этой комнате ничего, об этом помещении ничего не известно во временах первых хосманеи. А вот уже в первом веке такое помещение было. Оно даже называлось очень странным хрическим словом просеухе. Такая молитвенная коммерция. А и какая вам разница, что вы это записывать будете? Ну можете просеухе. Очень странное греческое слово. Греческий зал такой. Если что-то там происходило, сразу начался крик в греческом зале, в греческом зале, в греческом зале, в греческом зале. Ни Аполлона туда не допускали. Вот. Вот. Я предполагаю, было отдельно для мужчин естественно и для женщин. Получается уже два отдельных молитвенных помещения. И вы помните, что написано в Евангелии от Луки о Святой Анне, которая днями и ночами молилась к нам. известное историческое предание об Якове брате, братья Ишива, который постоянно молился в храме, так что натер мозоли на коленях, как у вербли. Есть ряд других интересных, которые говорят о том, что там были люди, которые молились постоянно. И были места, где можно было постоянно в храме молиться. Вот. И раввины говорят, ну вот видите, или симпатизирующие раввинам такие проравинистические еврейские ученые. Они говорят, у меня книга одного из них называется «О текстах традиции» Лоуренс Шифман, профессор кафедры иудаизма еврейской истории в Нью-Йоркском университете международных авторитетов. книга доступная и я поэтому хочу сегодня немножко на нее ссылаться, ее легко достать. Есть два издания на русском языке. И вот они говорят, ну видите, Бог подготовил уже, молитва была очень сильно развита, и поэтому, когда храма не стала, эта молитва продолжала. то есть, вот видите, синагога уже была развита институтом, молитва была развита институтом. Вот, таким образом, храма не стала, и все продолжалось. Но это очень интересные аргументы, которые таят в себе обман. И на примере молитвы это очень хорошо видно. Смотрите, когда, зачем нужна была эта молитвенная комната? Она что, в каких-то ситуациях замещала какие-то жертвоприношения или какие-то богослужения? Какие-то ритуалы и обряды? Нет. Она сопровождала жертвоприношения она сопровождала богослужения основной храмовой предписанной Торой. Она сопровождала пение левитов. Она сопровождала процесс подготовки. Она сопровождала, сопровождала. Она была вспомогательным духовным действием при основном духовном действии в храме. и ни у кого из вождей никакой иудейской партии никакого течения в иудаизме не возникала даже мысль что, например, молитва может заменить храм. храмовое богослужение тем более жертвоприношения. Тем более жертвоприношения. Вы просто столкнетесь, это один из самых распространенных аргументов. и сама молитва по учениям всех мудрецов приобретала силу именно потому, что она была только дополнением и вспомогательным действием основному священодействию предписанному Торой. Без жертвы покаяние было недействительным. Без совершения сложного комплекса ритуалов очищения молитва сама по себе не могла очистить никого. Есть совершенно исключительные случаи например знаменитая история великого греха Давида. Но мы сейчас не будем это рассматривать. Все, что произошло с Давидом это прообраз искупления Иешуа и прообраз Нового Завета. Когда Бог сам освобождает людей от грехов вообще только основываясь на их покаяние и молитвах. Но это не был порядок. Это было совершенно исключительное духовное явление. И когда Давид потом оценивал это и анализировал и молился об этом его слова блажен кому Господь не вменит грехов его. И это вошло в Новый Завет. Очень так очень важное и сильное было. Но это никто вообще не использовал. В старозаветные времена и во время Второго Храма никто не использовал для того чтобы сказать нам не нужны жертвы нам не нужны то богослужения это нам не нужны очищения. Наоборот во Втором Храме структура храмового богослужения стала гораздо более сложной и гораздо более я бы сказал громоздкой чем в Первом Храме тем более чем в Скине. Добавились еще целый ряд других обрядов. Процесс шел не в плане упрощения и уменьшения а в плане усложнения и расширения храмового богослужения это тоже вы должны учитывать. То есть духовные вожди Израиля совершенно не предполагали никто не рассчитывал что вот мы сейчас подготовим молитву мы подготовили синагоги теперь можно уже храм становится ненужным наоборот все это имело смысл только как вспомогательные средства при основном храмовом богослужении. То же самое в отношении синагоги. Друзья мои до разрушения храма до последнего времени не было никаких свидетельств о том что в земле Израиля были ну литературных свидетельств были синагоги их нашли потом археологи но в основном где их нашли на большом отдалении от храма. Ясно что они возникли только в первом веке. Раньше возникали синагоги в диаспоре и это никогда ни в одной синагоге никто не претендовал на то что там делается что-то что может заменить что-то что происходит в храме. Понимаете нигде никогда там синагоги это были прежде всего бейт кнесет дом собрания место собрания еврейской общины и решение любых насыщенных вопросов. Затем это было место общественной молитвы и действительно они старались молиться в то время когда в храме совершались основные жертвоприношения основная служба потому что все евреи понимали какую-то святость какую-то силу их молитвы даже самые общественные даже при супер миньяне имели только в том случае когда они соотносились с жертвами в этот момент приносимыми в храме они не имели никакой самостоятельной силы они имели силу они имели значение духовное поскольку они были невидимо соединены с происходящими в храме в этот момент священнодетства почему это нужно было потому что конечно только на большие праздники и только часть мужчин в основном могли совершать паломничество из разных стран в Иерусалим понятно да а как же остальное время они хотели быть приобщены с великой святыней к месту уникального божьего присутствия нигде ни в какой синагоге не говорили что у них там что-то наподобие того как все понимали что никакая самая великая синагога например в Александрии была синагога по величине примерно такая же как Иерусалимский храм собственно синагога была построена в виде огромного храма она была настолько огромной что же прекрасная акустика не позволяла говорившему распространять свой голос и там была система так называемых по-моему они назывались торгуманы которые кричали громко то что говорил спикер скажем так они кричали громко их крик доходил до какого-то места там стояли другие и они кричали дальше понимаете там были тысячи 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 евреев обещались в той храмовой если так можно сказать хоральной синагоги но они не претендовали что эта синагога тут чем-то заменяет любое еврейское собрание любое любая еврейская молитва могла иметь силу только постольку поскольку она соотносилась с храмами жертвами и храмом богослужения до сих пор куда повернут Арон Кодыш в синагоге то есть имитация святого святого в сторону Иерусалима куда поворачивается верующие к адамонят верующие иудеи в сторону Иерусалима хотя нету ни храма ни священства ни жертвы ничего даже через две тысячи лет верующие иудеи считают что только соотнесение с тем что было во времена храма придает определенную силу значимость духовную власть тому что они делают сейчас тем более конечно же тогда поэтому смешные раввинские аргументы и раввинскими это понимали это уже сознательное лукавство это опять-таки как то что мы с вами читали из Талмуда давайте мы сделаем так чтобы народ лучше грешил несознательно чем сознательно он все равно будет грешить потому что не грешить народ не может после того как нету храма но давайте мы их благочестиво обманем и изменим заповеди изменим закон найдем им фактически новый закон из которого мы возьмем только то что с нашей точки зрения можно исполнить и стоит исполнять а им скажем что вот это и есть древний закон просто ну подстроенный под ситуацию вот подобным же образом мудрицы поскольку они были мудры по своему они конечно понимали ситуацию здесь но им нужны были аргументы и они придумывали различные аргументы вы эти аргументы услышите вы обязательно эти аргументы услышите вообще эти аргументы имеют важное значение они всегда пытаются подобными аргументами религиозные деятели пытаются оправдать замену божьего на человеческое всегда они пытаются оправдать любую замену чего-то божьего на человеческое например когда церковь начала отходить от еврейских корней еврейской первоосновы еврейского аутентичного то есть соответствующего тому что толкуется толкование библии взятого из самой библии уже толкования пошли со всеми источников как мы с вами говорили позавчера когда церковь стала удаляться всего этого она стремительно стала терять силу святого духа и власть потерю духовного нужно было заменить человеческим потерю харизматической власти потерю харизматической власти в реальной исторической церкви нужно было заменить властью человечества это было очень похоже на то что происходило с историческим иудаизмом Параллельно, тут же, и в значительной мере было заимствовано из практики Танаев, первых раввинов. Танай это первое поколение руководителей иудаизма после разрешения прав. Первое раввиновое. И кроме того, это повторяло путь Израиля, который отверг судьи, отверг харизматическое Божье управление через Самуила и тех, кого он поставил, и захотел себе царя. Помните аргумент? Мы хотим быть как все народы. И руководители церкви, они решили, что пора им заимствовать образ управления в Римской империи. И система епископатов, это как раз то, что было до них в структуре управления Римской империей. Теряя Божье, они заимствовали человеческое. Никто не говорит, что это человеческое само по себе очень плохо. Оно может быть и так и так использовано, но это уже не Божье. Это уже не Божье. И как потом церковь оправдывала все это. Она говорила, что просто ушло то, что было в начале, и пришло новое, а Бог подготовил это. И она говорила, вот были же уже апостолы, были уже епископа во времена первого-второго поколения верующих. Поэтому Бог подготавливал новую структуру в церкви. Но на самом деле апостолы носили совсем другие функции. Епископа были не теми епископами, которые стали впоследствии. В последствии епископ это был синоним пресвитера, это был синоним пастора. Понимаете, да, чем я говорю? А только впоследствии это стали такие самовластные церковные князья. Как в средние века они и называются. Светские князья и духовные князья католичные церкви. Уже официально. Через многие века. Вот этот путь оправдания ухода от Божьего оригинала к человеческим копиям и компенсациям, он везде примерно одинаковый. Везде примерно одинаковый. Что в иудаизме, что в христианстве. Что в каком-то другом плане. Всегда находятся оправдания, которые одинаково внушительно выглядят и одинаково слабы внутри. В этом же плане, например, в конце четвертого века возникла необходимость оправдать церковь за то, что уже почти не действуют дары Святого Духа. Или вообще не действуют. И показали это. Народ Божий знал тогда, что в первом веке и во втором веке все верующие получали крещение Духом, исполнение Духом знамениями иных языков. Это потом замылили глаза и начали говорить, что не все, как сейчас многие там, особенно наши друзья-баптисты говорят. Но когда Иоанн Златоуст писал о чудесах и знамениях, он говорил, почему в первом веке все верующие после водного крещения начинали говорить незнакомыми языками. Есть в его толковании. Все верующие, без исключения. А сейчас этого вообще не наблюдается. И они развивали теорию, что время чудес и знамений прошло, что это только на начальном этапе. Уже это казалось не нужно. И Бог подготовил замену, потому что параллельно уже поднималось другое, другое. Те же самые манцы. Потому что среди части иудейских мудрецов в средние века пошла и эта теория. Просто храм уже изжил свою. Поэтому еврейский народ подошел к гораздо более духовной ступени развития. Он возрос. И поэтому его постигло такое страшное проклятие, как разрушение храма. Потому что он стал очень духовным. И великие наказания пришли, и кары. Потому что он поднялся на очень высокую ступень развития. Но это я, конечно, утрирую. Я просто показываю дурное противоречие к тому, что они говорят. И храм уже не нужен был. Теперь все заменило. Духовная молитва. Все очень похоже. Поэтому важно понять эти аргументы. И важно понять их. Не только для того, чтобы помогать другим. Но чтобы и самим разобраться, сделать правильный вывод. И когда этот вывод сделан, не попаться на удочку тех, которые будут вас смущать. И в этом плане дополнительный похожий аргумент дает существование храма в Египте. Был храм в Египте. Там приносили жертвы. Там даже посвятили. Там даже священники были. Но на самом деле, казалось бы, если бы можно было вот таким путем действовать. Бог подготовил синагоги. Подготовил молитву. Подготовил даже новый храм. Он знал, что будет разрушен храм. Поэтому Бог подготовил альтернативные варианты. И когда храм был разрушен, Бог их запустил. Если бы это было правдой, то, конечно, Бог бы запустил не только синагоги и молитвы, и три вида молитвы во время храмового богослужения, Бог бы запустил и египетский храм. Вы понимаете? Потому что на самом деле этот храм существовал. Этот храм существовал во время второго храма. И иудеев, которые участвовали в его богослужениях, никто не отлучал. Хотя это была определенная конкуренция к Иерусалимским храмам. К ним относились так специфически. Но это считались иудеи. И у них были свои аргументы, что мы не можем. Там в основном были военные колонисты. Они не были вольны посещать, уходить оттуда. И поэтому у них были сильные аргументы. И все к этому терпимо относились. Ну и вот, казалось бы, теперь, когда первого храма нету, Иерусалимского нету, ну давайте еще это использовать. Но на самом деле это не сработало. Если не сработало это, новый храм вместо Иерусалимского, то тем более на самом деле лишены силы все другие аргументы. Ничто, никакая другая форма земная не могла заменить единственное место Божьей славы, уникального Божьего присутствия и место, где должны были приноситься все жертвы, все приношения, все десятины, все дары, совершаться все священные обряды иудаизма. Замена могла быть только одного плана. Земное должно быть заменено небесным. И об этом мы с вами читали в послании мессианским евреям. И об этом позавчера, и об этом мы вчера с вами говорили, что из всех возможных альтернатив единственной библейской, единственной альтернативой соответствовавшей Торе, книгам пророков и писаниям, я не говорю про Новый Завет здесь ничего, даже единственной соответствовавшей основанием того уже измененного иудаизма, который был в первом веке, был только мессианский иудаизм. Ни Саддукеи, ни Фарисеи, ни Исеи, никакая другая секта, группа, линия в иудаизме не могли предложить никакой альтернативы мессианскому иудаизму. Потому что только этот иудаизм имел не просто замену храма, не просто замену каких-то богослужений и священодействий, а только этот иудаизм был иудаизмом Нового Завета. Не просто старым иудаизмом, иудаизмом Старого Завета с какими-то изменениями, но катастрофа храма показала, что в любом случае старый иудаизм умер. И нужен новый иудаизм. Раввины начали на скорую руку его сооружать. Но это позор. Потому что Бог так не действует. Бог заранее предупреждает, как он предупреждал Божий народ перед разрушением первого храма. Что будет, почему будет, как будет, и что будет потом и даже когда будет. Он сказал 70 лет и потом будет восстановлено. Правда? Вы следите, да? Я понимаю, что я так говорю, трудновато может следить. Вот моя манера. Но вы верьте, легко и все будет хорошо. я предупреждал, не люблю пункты, но могу сейчас распунктироваться. Пункты вообще это не еврейская тема. Она иногда полезна, но она не обязательна. Те, кто думает, что пункты обязательны в учении, почитайте учения в Писании. Итак, друзья мои, вы делайте пометки, 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 пометки себе делайте. Вам будет гораздо проще потом. Потому что я сейчас говорю достаточно важные вещи. И еще раз говорю, я пользуюсь разной литературой, но я это говорю. Я не говорю те выводы, которые я где-то учил. Я говорю те выводы, которые для меня с самого стали ясны по милости Божьей при изучении Писания и других источников. В сравнении с Писанием. При проверке Писания. Итак, мессианский иудаизм, единственный иудаизм, который уже до разрушения второго храма подготовился не к частичным заменам, а к полной замене всего строя жизни. Потому что мессианский иудаизм это по определению иудаизм Нового Завета. Мессианский иудаизм 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 и через народ Израиля со всем человечеством. Ему не нужно было что-то лихорадочно придумывать, что-то сочинять и обманывать евреев или язычников из благочестивых и добрых соображений, чтобы они могли выжить и создавать новую религию, которой бы они могли как-то следовать хотя бы теоретически. Потому что в мессианском иудаизме уже было все подготовлено. И мало того, мессианский иудаизм перед разрушением храма уже был таким иудаизмом, который фактически жил без храма. То, что приходили в храмы и молились там. Вы знаете, для меня очень сильный момент в третьей главе Деяния, когда написано, что Шимон и Иоанн шли в храм, когда час молитвы Деяния. А почему не написано, что в час жертвоприношения, час дневного жертвоприношения? Вы понимаете, чего они ходили в храмы? Они не ради жертвы туда ходили. Они ходили ради молитвы и не только мессианских евреев, но ради того, чтобы молиться со всеми другими евреями и за ними. поэтому для них храм был очень важен. Но совсем по другим причинам. Он был важен действительно как место молитвы и место собрания евреев. Ну и прозелит, ну и может быть кого-то из боящихся. Таким образом, мессианский евреев уже жил полноценной жизнью Нового Завета, где основания основания были другие, закон был другой. Они могли соблюдать они в принципе соблюдали особенно в Иудее все ритуальные заповеди. Если нужно было, приносили какие-то жертвы. Но понятно же, понятно же, для чего они это делали. они не приносили их для замены жертвы Ишуа. Они не приносили их, потому что считали, что жертва Ишуа не затронула какую-то область жизни. Они участвовали в обряде, в том числе и в очищении. Не потому что они считали, что без этого они нечисты. Но они должны были это сделать, живя среди правоверных иудеев, а иудеи, области иудеи, и особенно Иерусалима, очень гордились своей особенной религиозности. И величались и превозносились не только над там, ну, понятные, зычники, боящиеся Бога. Не только над евреями диаспоры, но они величались и превозносились над евреями Галилеи, прибрежных областей, любых Сирии и и так далее, любых областей, которые входили в большую территорию Арицисрая. Они считали себя элитой духовной, уже по тому, где они живут. Естественно, там, в Иерусалиме иудеи, все мессианские евреи не должны были давать никакого соблазна, не должны были быть камнем преткновения для своих собрать. Уже был камень преткновения, это и шоу. Не нужно было добавлять две камни. Нам нужно просто понять это все. Нам нужно понять эти моменты, очень важно. Хотя опять-таки была линия прогрессирующего откровения новозаветной свободы. И были искренние мессианские иудеи, которые считали, что они совершенно обязаны исполнить это. В частности к ним-то и написано послание к мессианским евреям иудеям. Вот. Итак, мессианский иудеизм это была единственная действительно иудейская вера и единственный действительно библейский иудейский образ жизни, который был подготовлен к катастрофе разрушения храма. Настоящих библейских альтернатив ему не было. Альтернатива раввинистического иудеизма, саддукейского иудеизма, парисейского иудеизма, есейского иудеизма и других разных, потому что были 27 течений перед разрешением храма. Они все показали свое фиаско, когда храма не стало. Я вчера вам говорил про исеев, что они из-за того, что считали храмовое священство и порядок богослужения неправильным оскверненным, они полностью отделили себя от храма. Это не совсем точно. Это не совсем точно. На самом деле они признавали, даже они признавали храм центром духовной жизни всех евреев и регулярно посылали туда приношения и десятил. Очень интересно. Тому священству, которое они считали недостойным. Вы понимаете? Оскверненным и неправильным. Но они все равно считали, что вне храма, без храма не может быть полноценной духовной жизни ни у одного иудея. То есть вообще не было течения. Кстати, это интересное соображение. Некоторые люди говорят, ну, вот я не согласен с пастором в том-то и том-то. Я не согласен с руководством общины или церкви в том-то и том-то. Спрашиваешь этого человека, ну, слушай, ну, ты приходит к нам в общину люди из разных церквей, например, говорят, пастор, мы хотим перейти в мессианскую общину. Я говорю, а вы вообще знаете, мы верующих как принимаем? А как вы принимаете? А мы принимаем верующих не потому, что им понравилось у нас, не потому, что они получили освобождение, исцеление, какое-то чудо, или потому, что здесь им нравится движение духа. Этого недостаточно. А что с такой вы должны получить откровение от Бога, что вы призваны в служение еврейскому народу. Ну, пастор, понимаете, я вот не могу, я вот это самое там, нет, я хочу к вам. Ну, понимаете, это недостаточно. А скажите, пожалуйста, вот вы там не можете. но вы пока считаетесь я членом территории? Да, считаю. А я слышал, что вы начали приносить десятину ничего. Да, начал. Я говорю, а как это вообще может быть? ну, там вот я не согласен, поэтому у вас я согласен. Ну, подождите, вы член какой общения? Толь. Я говорю, друзья мои, друг мой, дорогая сестра, дорогой брат, так не получается. Если вы хотите, вы можете сюда какие-то там пожертвования принесить. Ну, десятину вы должны отдавать в той духовной семье, которую вы считаете себя членом. Ну, если я не согласен, ничего страшного. Вы здесь будете не согласны. И оно так обычно и получается. Приходят люди, прошедшие несколько церквей и восторгаются первое время, а потом повосторгавшись, для них оказывается, что и мессианская община несовершенна. Это великое откровение повергает их просто в ужас. Они видят недостатки, проблемы, и не только в общине, а видят в ее пасторе или раввине. Ах, пастор Борис, я думала, вы такой вдохновенный Божий слуга, а вы оказывается там жлоб или гад, или еще кто-то. Я говорил о ситуации, когда человек, человеку не все нравится в его церкви, в его общине. Несмотря на это, у него остаются обязательства перед церковью и перед общиной. потому что если человеку абсолютно все нравится в его церкви, в его общине, то значит у него кто-то использованный не может быть. Значит он, наверное, что-то не видит или у него склонность к иллюзиям. Но правильный взгляд на недостатки своих наставников, правильный взгляд на недостатки своих братьев и сестер обязательно. Включает в себя смирение и ни в коем случае не противоречит верности своим наставникам и верности своей духовной семье. Это по поводу последнего. Итак, мы с вами поговорили насчет мессианского иудаизма как единственной библейской альтернативы всем остальным путям после разрушения храма. И мы определили, что современный иудаизм никак не мог быть согласно торе и даже традициям саддукеев и фарисеев божьим продолжением. И мы говорили о том, что последствия возникшие историческое христианство это тоже прямо скажем не совсем божья альтернатива. Конечно, намного лучше, чем раввинистический иудаизм, потому что в историческом христианстве все равно в основании находился Иисус Христос Ишуа Ган-Шеях но тем не менее это все-таки не совсем а в некоторых отношениях далеко не совсем божье продолжение. Сейчас говоря об этом мы с вами подошли к вопросу А как же сейчас? Потому что сейчас мы имеем дело не только с традиционным христианством в двух его проявлениях православном и католическом мы имеем дело уже с традиционным протестантизмом таким как лютеранством англиканством и мы имеем дело со многими другими протестантскими конфессиями которые иногда достаточно значительно отличаются друг от друга и в то же время мы уже имеем дело иначе нас тут не было с восстанавливаемым мессианским иудаизмом возникает вопрос возникает вопрос как же так что ж такое что ж происходит что ж нам со всем этим разнообразием делать и куды бедному еврею есть теория о том что традиционное христианство это высшая форма божьей религии и именно высота традиционного христианства тот высокий уровень которого она достигла было связано с тем что она отбросила все еврейское еврейское было преодолено иудейское было вылущено из христианства и осталась чистая общечеловеческая христианская религия на самом на самом деле дорогие друзья это церковное учение вступает прямое противоречие с библией прямое противоречие с библией потому что тумусь вестонах тора книги пророков писания особенно книги пророков говорят о том что избрание Израиля вечное избрание Израиля как особенного выделенного из всех народов народа является вечным а не временным неприходящим и оно является безусловным то есть даже если целое поколение израильтян отвергали отвергают и могут отвергнуть Бога своего Бог никогда не отвергнет свой народ в целом каждый еврей который не принял своего Бога отверг его или отступил от него он понесет на себе последствия своего неверия своего ожесточения своего отвержения но тем не менее это не изменит отношение Бога в целом к избранному еврейскому народу и никогда не отменит избрание еврейского народа скажите пожалуйста дорогие друзья кто из вас это точно проверил по Библии и знает что это поднимите вас у кого есть сомнения серьезно судя по вашей реакции вижу что ни у кого сомнений нет я просто определяю на чем нам с вами останавливаться ну я приведу очень простые известные цитаты истории из книги дворин второзакония на эту тему мы зафиксируем и пойдем дальше второзакония 7 глава 6 стих второзакония 7 6 2 перемемся не потому чтобы вы были многочисленнее всех народов принял вас Господь и избрал вас ибо вы малочисленнее всех народов я думаю имеется ввиду малочисленнее тех народов которые с точки зрения народа и самих израильтян были предпочтительными, более предпочтительными для издания. На самом деле Бог отвечает здесь евреям на их возможные недоуменные вопросы, которых мы здесь не слышим. А заодно отвечает и всем последующим совопросникам из всех народов. Так это почему Бог избрал Израиль. И Бог приводит причины, которые не сыграли в этом никакой роли. Бог говорит, я избрал Израиль не потому, почему вы бы его не были. Или не были. Я руководствовался не вашими путями. И так, не потому, что этот народ значительный. Но даже этот народ малочисленнее тех всех народов, из которых стоило бы сделать. Но потому, возьму стих, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим. Убудил вас Господь рукой крепкой и освободил тебя из дома рабства, из руки пораона царя Египетского. Причины. Две основные причины. Самое главное, это любовь. Не возникает вопрос, почему же Бог не полюбил так же другие народы. Ну, неужели он других-то не любит? Дорогие. Другие народы, это народы, которые отвергли Божью любовь. Это народы, которые отвергли Божью любовь. Их родоначальники отвергли Божью любовь. И потомки их родоначальников отвергали Божью любовь. А здесь, первый еврей, который до этого не был евреем, был первым среди всех идолопоклонников, который откликнулся на Божью любовь, открылся ей. И предпочел познание единого Бога всему остальному Своему. Бог нашел в лице Авраама, того человека, который захотел принять его любовь и ответить за имя. И не только Авраам на каком-то этапе сделал. Он возрастал в этом взаимодействии. Он стал другом Божьим. Таким другом, которого Бог не мог найти среди других народов. Таким другом, которым не хотели стать многие другие выдающиеся люди древности. И мало того, что Авраам возрастал, сказал Авраам, и продолжал возрастать в этой Божьей люди. Мало того, он также воспитал своих детей. И его сын, и его внук, они шли по ступам Авраама. И они избрали Бога, избравшего их единственным своим Богом. Вот почему все эти трое это уникальная личность в своей истории человечества. Это три поколения основателей, родоначальников избранного Богом народа. Все трое, те, которые искали Божьей любви, те, которые нашли ее, те, которые откликнулись, и те, которые вошли в завет любви с Богом Авраама, Богом Исхатом, Богом Якова. Каждый из них должен был лично войти и лично заключить этот завет. поэтому это тройное завет. Ясно, что здесь мы видим прямой намек на кроичный Богом. Ясно, что это и многое другое. Еще но смею на просматривание. Поэтому вторая причина, которая называется Богом для избрания Израиля, она исходит из первой. И для того, чтобы сохранить клятву, которой он плялся отца Маши, то есть Бог нашел одного человека, который поверил, что Бог один. Бог нашел одного человека, который всю свою жизнь к единому Богу. поэтому Бог навсегда связал свое имя с именем Авраама. И этот человек не только сам так поступил, он воспитал своего сына и внука в этом. И он положил начало всему роду израильтян, всему роду евреев, которые впоследствии стали называться люди. Это был завет любви и Бог связал себя вечной клятвой. поэтому при всей неверности потомков Авраама и Схака и Якова Бог оставался верен. Он не мог навязывать своей любви, но каждое новое поколение евреев вступало и вступает как бы заново в этот древний завет. входит в завет праотцов, входит в завет патриарха, когда обращаются к их Богу и осознает и принимает Бога Авраама и Схака и Якова как своего личного Бога. Итак, это главная и фактически единственная причина избрания Израиля. Прочтем еще из 9 главы. 4 стиха. Когда будет изгонять их Господь Бог от лица твоего народа Ханаана, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей и что за нечестие народов этих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их. Но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову. Это очень важное местописание. Потому что Господь говорит, я буду верен своему завету с праотцами. Я буду верен своей любви к народу Израиля. Даже если Израиль не будет достоин этой любви. И насколько будет возможно, я буду благословлять мой народ. Насколько будет возможно, я буду защищать, я буду исполнять каждое обещание, данное патриархам. Каждое обещание, данное этому народу. Насколько только возможно. Насколько они мне позволят. И он дополняет это. Шестой стих. Посему знаешь, что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе владеть этой доброй землей. ибо ты народ жестоковый. А, представляете? тринадцатый стих. И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковый. Почему же Бог сохранил этот народ, даже вел его в землю? Потому что он опять находил таких людей, как Моисей. Опять находил таких людей, как Моисей. 18-19 стих описывает заступничество Моисея за весь народ. Заступничество, которое дало право справедливому Богу не покарать без народа. А только и более греховым участкам. Вот. И он снова, и снова, и снова стоял за народом. И он снова, и снова, и снова стоял за народом. Может быть, для нас мы не замечали, что еще следующие 40 дней он хадатайствовал, когда Израиль поверил в 10 соблюдатые вместо первого дмена и халева. 25-й стих оказывается И после этого тяжкого греха, повергшись пред Господом, Моисей умолял 40 дней и 40 ночей. Потому что и тогда оказывается Господь хотел победить его с народом, который отверг обетованную землю. И смотрите как 27-й стих Вспомни рабов твоих Авраама Исаака Якова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечесть его и на грехи сего. Ну и тогда. Это показывает нам, друзья, что при любых перепетиях еврейской истории, при любых падениях большинства евреев, при их отступничестве, Бог, конечно же, наказывал, наказывает и будет наказывать нечесть и отступников, тех, которые стали его врагами, хотя в каждом отдельном случае Бог проявляет долготерпение. Но даже наказывая отдельных евреев или многих евреев, или даже большинство народа, он никогда не изгладит народ из книги жизни. Он никогда не изгладит еврейский народ из Сазимбова. Потому что он жестко и твердо пообещал евреям и провозгласил это среди всех народов. А что уже он пообещал? Опять 7 глава 9 стих. И так знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. И воздает ненавидящим в лице их погубляя их. Так. Что это говорит? В другом месте сказано до четырех родов. Это показывает нам, что милость Божия несравненно превозносится на его судьбу. Ей нужно постараться, чтобы суд возобладал. Даже грешникам нужно сильно постараться. Но если грешник обратится, то он всегда будет помилован. Он действительно будет. И это показывает нам, что благословение Авраама Исаака и Якова распространяется до тысячи поколений их. Если взять, если взять, дорогие друзья, хотя бы длительность поколений 25 лет, то, что у нас будет, и обычно длительность 40 лет. Скажите, со времен Авраама Исаака прошли 20 тысяч. Не говоря 40 тысяч. Поэтому каждое новое еврейское поколение и в нем каждый отдельный еврей, если он обращается к Богу Исраилу и отвечает на его любовь, взаимную любовь, и принимает его слово к исполнению. Он просто заходит в вечный завет Авраама и Санкт-Петербург. Дал сон 31 глава 35 стих. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы, луне и звездам для освещения ночью, которые возмущают море, так что волны его ревут, Господь Солок имеем. Если эти уставы перестанут действовать передо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом передо мной навсегда. Здесь не говорится о духовных потомках Авраама, правда? Здесь говорится только о физических потомках. Племя Авраама, племя Израилева перестанет быть народом передо мной. народом, которому мое особое внимание, моим народом навсегда. Что значит навсегда в этом контексте? Как вы думаете? Ну, а почему оно здесь появляется? Потому что были периоды в истории Израиля, когда глубокое сильное отступление Божьего народа приводило к тому, что на него изливался гнев Божий. Глубокое отвержение Божьей любви доводило Божьей народ до такого состояния, что глядя со стороны можно было сказать о нем луамин не народ. Не Божий народ. Они вели себя как не Божий народ. и они не давали Божьей любви проявляться в среде себя, не давали Божьим благословениям проявляться в среде себя, не давали Богу показывать им и другим народам, что Бог остается их Богом, и что для Бога они остаются Божьим народом. Но Бог говорит, даже такие тяжелейшие периоды в истории моего народа будут только временными. Потому что все равно поскольку вселенная стоит и физические законы в этом мире действуют, постольку мой народ будет оставаться моим народом. И даже если я говорю, что я отверг его, я могу отвергнуть каких-то отдельных израильтян, я могу отвергнуть какие-то группы израильтян, я могу отвергнуть большинство определенного поколения израильтян, или нескольких поколений, большинство, подчеркиваю, но я никогда не отвергну весь народ, совокупность израильтян, живущих в разные времена. Я не отвергаю следующее поколение, я призываю каждое следующее поколение вернуться ко мне. Только они могут отвергнуть себя от меня, когда отвергают меня. Но даже если они это делают, я на разные лады призываю их, и даже если это очередное поколение остается в упрямом неверии и бунте против моей любви, я уже смотрю на следующее поколение и уже делаю все, чтобы опройти к себе следующий. Вот собственно что это значит. 37 стих так говорит Господь если небо может быть измерено вверху основания земли исследованы внизу то и я отвергну все племя Израилева за все то что они делали говори Господь. Многие говорят ну а тут уже наука так что было. Понятно что небо еще не может быть измерено и все измерения приводят к тому что когда говорят о величине вселенной то на самом деле строгие ученые говорят конечно вы понимаете что мы имеем ввиду только ту часть вселенной которая доступна нашим средствам но обыватель часто говорит ооо уже вселенную измерили бриф говорят вот мы знаем что там у нас в земле основания какие до сих пор серьезные ученые спорят что там дальше в глубине земли никто точно не вот таким образом совершенно определенно и четко говорится Израиль как народ проходящий через историю не будет отвергнуть никогда навсегда он народ избранный Божий есть с этим понятно да таким образом это воля Божия а не воля человечества это решение Бога это его суверенное дело сохранить свой народ навеки и несмотря на отступление масс израильтян восстановить его в последнее время и все пророки говорят о великом восстановлении последнего времени какого пророка вы не найдете даже жившего в самые страшные времена и пророчествовавшего наказание поражение проклятия гибель рассеяние позор своему народу все равно они завершают эти страшные пророчества великими пророчествами благодеяний благословений и восстановления израиля таким образом Бог ясным образом независимо от людей сказал что он это сделал вопрос стоит только в том когда он это сделает и как он это сделает и Бог сообщает определенные условия этого мало того Бог говорит о том что судьба народов земли связана с судьбой Израиля судьба народов земли связана с судьбой Израиля после возникновения еврейского народа она была связана и она всегда связана а в конце времен будет связана еще сильнее но самое любопытное что оказывается до возникновения еврейского народа судьба народов земли была связана с судьбой народа Израиля Авраам 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 клялся что в нем благословятся все народы скажите пожалуйста находим ли мы в Библии какого-то другого человека из другого народа великого царя великого может быть пророка Валаама Валаам был великим пророком вот великого праведника Иова которому было бы сказано что-то подобное Авраам что в тебе благословятся все народы нет или хотя бы многие народы нет так получается конечно были родоначальники такие как Измаил некоторых народов но на самом деле когда мы читаем мы видим что вот такое обетование невероятно дано одному Аврааму хорошо еще какие-то места писания спасение от иудеи 4 глава Иоанна спасение от иудеи да хорошо хорошо это интересно это интересно таким образом Господь сделал то что спасение вечное спасение всех народов он обусловил спасением своего народа он сделал так что ни один народ земли не мог бы сказать спасение пришло к нам помимо людей не через еврейский народ это все 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 это дело айяяяй как же так что но это выбор божьей любви и не только божьей любви евреям но божьей любви ко всему народу потому что таким образом Бог помогает народам преодолеть страшный грех гордыни из двух сделать одно само вообще разделение всех людей на две основные категории которые проходят через всю Библию не только через Танах но и через Новый Завет евреи и остальные народы и это же разделение проходит и через Новый Завет говорит об особой уникальной роли еврейского народа в истории всего человечества согласен из двоих сделать соединение в едином теле мессии двух главных составляющих всего человечества иудеев он сделал Израиль светочим среди всех народов если этот светоч на какое то время был затутший бог пообещал что в конце времен он разожжет светильник Израиля и он снова будет сиять для всех народов и все народы увидят славу божью в славе Израиля потрясающе совершенно определенный 62 глава Исаии правильно Исаия 49 6 хорошо пожалуйста друзья мои вы помните я говорил о том что бог сделал судьбы народов зависящие от судьбы Израиля на все времена и даже что он сделал это до возникновения до возникновения еврейского народа привался найдите это место можно не сейчас можно домашнее забыть а в последние времена действительно бог особенным образом раскроет эту связь и то время когда Израиль был как бы в тени как бы народы могли сказать что он уже не народ божий и внешними фактами доказывать это время оно проходит на наших глазах и на наших глазах мы видим как Господь возвращается в свой народ Израиль мы живем в начале того времени которым сейчас некоторые из вас считали из Библии когда Господь восстанавливает свой народ восстанавливает славу Израиля и будет распространять эту славу на все народы и будет приводить к этой славе другие народы как у Исаи сказано Дома вы ищите ищите места писания на эту тему я вам сейчас уже ничего читать не буду на эту тему на самом деле он также восстанавливает оригинальный мессианский иудаизм это не значит что он разрушает христианство это не значит что он восстанавливает мессианский иудаизм с тем чтобы все верующие стали мессианскими иудеями как они в общем-то первоначально были первое поколение верующих это не значит что все народы желающие ходить путями Бога должны будут войти в народ Израиля это не так если мы с вами прочтем корочество касающиеся последних времен в частности то пророчество из Захарии которое здесь считалось например из 8 главы это цитировался самый знаменитый 23 стих но на самом деле весь этот потребод начинается с 20 Захария 8.20 так говорит Господь Саву еще будут приходить народы и жители многих городов и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваоф и каждый скажет пойду я и будут приходить многие племена и сильные народы чтобы взыскать Господа Саваоф в Иерусалиме и помолиться лицу Господа так говорит Господь Саваоф будет в те дни возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов возьмутся за пол иудеи будут говорить мы пойдем с тобой ибо мы слышали что с вами Бог скажите пожалуйста народы здесь сохраняются племена сохраняются или все становятся сплошь иудеями все народы вливаются в Израиль сохраняются конечно они будут соединяться с мессианским Израилем они будут соединяться с восстановленным поклонением Богу Израиля народом Израиля они будут смотреть на него как на такой народ который показывает им прямой путь к единому Богу но при этом они будут оставаться представителями тех народов которых они родились вы понимаете они не будут приходить в землю Израиля со словами мы тоже евреи потеснитесь они будут приходить на поклонение и потом конец об этом же говорит и пророчество в 14 главе Заката 16 стиха затем все остальные всех народов приходивших против Иерусалима будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваоху и для празднования праздника кучи и будет если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваоху то не будет дождя и если племя египетское не поднимется то постигнет его поражение каким поразит Господь народы что народы не становящиеся иудеями нет народы не приходящие праздновать еврейского мессианского праздника кучи понимаете друзья то есть не будет такого что еврейский народ будет единственным народом в котором люди смогут спасаться спасение спасение будет открыто для всех народов и целые народы будут спасаться индивидуальное спасение будет открыто для всех народов но величие пробуждения этого последнего времени и затем преображение человечества будет таким что целые народы будут поклоняться единому богу израиль израиль поднимется высоко это будет уже не нынешний израиль это будет сияющий мессианский остаток к нему будут прибегать народы но они будут оставаться народами почему это так важно ну видно что здесь говорится вообще о необходимости прийти только на определенное время если восьмой главе там можно еще что-то додумывать то здесь нельзя придумывать ничего здесь говорится о паломничестве народов на определенный год вот и мы понимаем что вряд ли идет речь о паломничестве всех народов целиком так же как не шла речь о паломничестве всего израиля в иерусалим хотя есть места где говорится что весь израиль собирался ясно что не весь но представители всех частей израиля и всех родов израиля и считалось что желательно представителям всех семей нечто подобное в отношении народа представители там по-другому и не поместилось это говорит вот о чем что восстановление мессианского иудаизма не разрушает христианскую церковь но восстановление мессианского иудаизма это не только для евреев восстановление мессианского иудаизма это для всей церкви божией для всего тела мессии и так или иначе для всех народа прочти пожалуйста еще раз исайя 49 6 спасение которое охватит прострется до концов земли охватит всю землю спасение когда ищуа засияет как свет абсолютно всем народам внутри всех народов напрямую связано с восстановлением остатка иакова здесь ясно об этом говорится правда здесь ясно говорится если мы посмотрим с пятого стиха и ныне говорит господь образовавший меня чрево и раба в раба себе чтобы обратить к нему иакова и чтобы израиль собрался к нему еще раз ныне говорит господь образовавший меня чрево в раба себе чтобы обратить к нему иакова и чтобы израиль собрался к нему то есть всегда первый интерес Мессии возвращение народа Божьего к своему Богу. Собирание Израиля. Первый интерес Мессии. Не в земле Израиля. Это тоже часть обетования и важно. Но никогда не первостепенно. А собирание Израиля к Господу. Не собирание Израиля в землю, а собирание Израиля к Господу. Алия не физически географическая, а Алия духовная. Всегда это первый интерес самого Мессии. Всегда это было первой целью Отца для Него. Ааааа. Вот оно что. Ну ясно. Но вообще непонятно как это народы пойдут в Иерусалим, если сам еврейский народ еще в своем большинстве не пришел к Богу. Правда? Как это десять человек из всех разноязычных народов ухватят за полу одного иудея, если подавляющее большинство иудеев еще толком не знает своего Господа? правильно да что то интересное получается как бы что то ясно что что то должно произойти с самим Израилем чтобы исполнились пророчества других народов да и так мы с вами останавливались на Исаии 49.6 да говорили об этом говорили о том что всегда цель Господа вернуть снова собрать к себе свой народ и что достижение этой цели принесет особый свет всем народам особый свет всем народам согласно писанию скажите пожалуйста я еще раз хочу поанализировать кратко с вами шестой стих вот такое выражение мало того что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков из земли но я сделаю тебя светом народам чтобы спасение мое распростерлось до конца земли такое построение фразы может предполагать вариант когда я сделаю тебя светом народов чтобы спасение мое распростерлось до конца земли но восстановление колен Яковлевых и возвращение остатка в Израиль, а ты не послужишь. Такое вообще может быть по грамматике? Конечно, нет. Если говорится, мало того, что я сделаю через себя вот это, я еще сделаю и то-то, и то-то. То есть в начале всегда то, что обозначается словами. Мало того, что я... То есть опять таки мы видим, невозможно, чтобы в полной мере спасение Господне распростерлось до концов земли, и чтобы он сделался светом всех народов, пока не произойдет некоего восстановления колен Израилевых и возвращения остатков Израиля. Как написано в пятом стихе? Говорит Господь, образовавший меня чрево в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. Ясно, еще раз говорю, что здесь первую очередь говорится о спасении еврейского народа. Здесь в первую очередь говорится о духовном восстановлении еврейского народа. Здесь в первую очередь говорится о духовной Алии Израиля, о восхождении их к своему Богу через своего Мессии. Без этого не произойдет великого пробуждения последнего времени. Без этого Свет еще не сможет стать Светом всех народов. И дорогие, вы сможете еще найти места писания на эту тему, если захотите. Я просто прочту некоторые из них из того же пророка. Пророка Исаия. Это великий мессианский пророк и пророк великого восстановления. Вы у него можете найти совершенно новозаветное пророчество. Просто потрясающе. Ибо пришел свет твой и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы. А над тобой воссияет Господь. И слава его явится над тобой. И придут народы к свету твоему. Свет твоему здесь народ Израиля. Понимаете? Свет народа и царик восходящему над тобою сиянь. Да, это вполне конкретное местописание, которое говорит о том, что в тяжелые последние времена, когда тьма покроет народы, над народом Израиля действительно воссияет свет. Здесь вставлено в первом стихе Иерусалим, но это может быть Иерусалим, а может быть и народ Израиля. Вот. По тексту, когда мы тут внимательно посмотрим, для меня, с моей точки зрения, народ Израиля более предпочтительное полкование. Ну и Иерусалим нормально, как духовный центр народа. Так что это явно, это конкретное, конкретное обетование, что в конце времен, когда будет тьма покрывать землю и мрак народу, и понятно, что здесь вряд ли в первую очередь говорится о физической тьме, говорится прежде всего о духовной тьме. Правда? Да. именно над народом Израиля воссияет Божий свет, и народы будут стремиться к этому свету. Они будут приходить ко свету, но как они будут приходить ко свету? Приходя к Израилу. Это так или иначе мы можем сравнить это место с пророчеством Захария. но для этого над народом Израиля должен воссиять свет. Правда? И ясно, что это не говорится о времени тысячелетнего царства. Тогда никакой тьмы не будет, никакого мрака. Говорится о времени до этого. До этого. то есть это тот период времени, в котором мы уже с вами живем. Хорошо. Хорошо. Так. В этой же главе есть еще и другие стихи. Начиная с четвертой, пятой, там говорится о богатстве, а потом интересный девятый, еще более интересный десятый, а дальше вообще потрясающе интересные они у меня тут. Для сейчас подчеркнутые или для завтра одиннадцатый и двенадцатый. Но здесь особенно говорится вот о чем, о том, что не просто спасение к народам, не просто пробуждение в народы будет приходить через Израиль, через спасенный Израиль. Здесь будет говориться так же, что и достояние народов будет приносимо к Израилу. В частности материально. здесь будет здесь говориться о том, что народы будут служить Израилу. А возможно это в новозаветнем контексте только в одном случае, если Израиль начнет выполнять функции Божьих священников. Если Израиль наконец станет тем, кем он никогда не был. Народом светильников для народа. Народом священников Божьих. И как вы знаете и в Торе и дальше в Танаке и в Новом Завете предписано, чтобы наставляемые слови делились всяким добром с наставляющим. И тогда тогда друзья понятно это пророчество. Здесь не идет речь о том, что Израиль станет страшной военной силой и будет порабощать народы. Да и как? Здесь не полслова об этом и не говорится. Здесь говорится, что именно сияние Божьей славы, свет Божьей истины над Израилем будет привлекать народ. И поэтому они будут приходить. Да, здесь уже действительно о Иерусалиме говорится. 15 из их потрясающе. 16 удивительный. Здесь что-то удивительное. Но дальше это уже переход к описанию мессианской эры. Во времена апостольской мессианской общины. Именно вы помните послание эры. И вторая глава. Что не Израиль присоединился к верующим язычникам. И не Израиль и язычники просто сошлись где-то на нейтральной территории в одну. Но уверовавшие язычники прилиплялись к дому Израиля. Но на самом деле это началось и потом было прервано. это началось и потом было прервано с двух сторон. Со стороны раввинов и подчинившихся им большинства иудеев и со стороны оторвавшейся от еврейских корней традиционной церкви. Но это будет осуществлено полностью. просто отметьте себе эти пророчества которые начали исполняться и были как бы остановлены на полпути или даже раньше. Те пророчества о восстановлении Израиля и соединении с ним всех народов. Те пророчества которые давались через многих пророков и многие века. о великом последнем восстановлении о полноте тела мессии которые начали исполняться и потом как бы были оборваны. Они были оборваны только на время. И мы с вами живем в то время когда эти пророчества возобновляются к исполнению. и второй стихи возьмут их народы и приведут на место их. И дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями возьмет в плен пленивших его. если вы поймете что здесь речь идет о здесь речь идет в духовном смысле то тогда становится ясно это пророчество. Смотрите это пророчество никогда еще не начинало исполниться. Никогда народы не брали рассеянный Израиль с тем чтобы привести израильтян на их место до 20 века. Никогда раньше. В 20 веке это начало произвести. Но вторая часть пророчества второго стиха никогда еще не исполнялась. То есть дом Израиль и на данное время никогда не усваивал на земле Господней народы рабами и рабынями и не брал в плен пленивших его негосподство над угнетателем и своими. Но это будет и в каком смысле? Когда Израиль станет новозаветим Израилем. Когда Израиль перестанет добиваться в первую очередь материальных и физических целей. Но откроется для Божьей бескорыстной любви и не только возлюбит Господа и не только будет стараться любить ближнего еврея, но возлюбит Господа и в нем всякого человека и каждый народ. Тогда представители тех народов, которые угнетали Израиль, они будут служить этому обновленному Израилю, обновленному еврейскому народу, они будут помощниками им в совершении вселенского священно-действия, в распространении света на все народы. и евреи, которые были в загоне даже в церкви, поднимутся согласно этому и ряду других пророчеств, в частности тому, которое мы только что читали из какой главы? Из 60-й главы? Эти мессианские евреи, они будут направлять служение христиан из других народов. я предлагаю вам по-другому истолковать подобные стыжи. Предлагаю вам истолковать их буквально, вы увидите, что это глупость получается. Буквально, что евреи будут господствовать, будут порабощать, ну, во времена Нового Завета, ну, это глупо, просто понятно, что Бог такого делать не будет. с другой стороны, если он не будет это делать буквально и не будет делать духовно, значит, эти пророчества останутся неисполнены. Может такое быть? Может Бог дать абсолютные пророчества, безусловно, через своих пророков, своей Библии, и те, и другие из них, да еще повторенные неоднократно, просто никогда не исполниться? Может. Значит, нам остается только нормальная духовная истолкование. Я не претендую, что я вам дал точное духовное истолкование, но примерный принцип, примерное направление понятно, да? Вот. И то, что мы до этого с вами читали, и то, что мы сейчас прочитали, это очень важно. Дорогие мои, давайте мы с вами откроем деяния апостолов в третью главу. Вы отметили себе пророчества, которые начали исполняться в свое время, но потом как бы были приостановлены. Теперь читаем деяния апостолов третью главу. есть очень интересное событие, мы сегодня упоминали его, ну, шли себе два апостола в храм Иерусалимский, час молитвы девятой. Почему мы уже знаем с вами, потому что в это время, почему вообще была молитва, молитва была сопровождающим, вспомогательным священнодействием во время регулярных жертвоприношений. При этом не только молитва была сопровождающим священнодействием, но и игра и пение левитов. Ну, не всегда там была игра и пение левитов, но часто. Итак, то есть совершалось жертвоприношение, левиты пели играли в музыкальных инструментах, сдавали хвалу Богу, а многие другие евреи в это время молились. И они проходили мимо храморожденного, которого уже многие годы, даже десятилетия приносили, сажали у красивых ворот храма. Красный это в старославянском понимании имеется ввиду красивый или прекрасный ворот название. И он просил милости. Мы это все знаем, да? Мы видим инвалидов, которых сажают часто некоторые цыгане. Мы видим, как используют этих бедолаги инвалидов для того, чтобы вызывать жалость и собирать деньги, которые потом у них отбираются. Кто его знает, может быть, у него также отбирались, потому что написано, что его сюда приносили и сажали. Может, это были его компаньоны. Но, во всяком случае, он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, стал просить у них милости. я думаю, что они уже неоднократно им удавали. И он знал, что это действительно добрые люди, которые любят всех. Он знал, что эти простые евреи, они не совсем простые евреи. Он, наверное, видел их с этим необычным человеком, которого считали мессии, распили. И потом шли разговоры о том, что этот человек еще воскрес вообще, он не просто человек. Он действительно истинный машех и сам Господь слам. и он поэтому может быть снова просил у них милостын, не боясь, что они его отвергнут. А они, смотревшись в него, что-то увидели. Они смотрели с него и Петр ему говорит. Друзья мои, то, что написано в четвертом стихе, это продолжение того, что описано в первой главе Деяния апостола, когда все были едины.